Стала известна предварительная причина массового отравления на севере Казахстана. Сегодня работники санэпидемслужбы провели брифинг и озвучили результаты экспертизы. Ранее были отобраны пробы воды, от которой, как предполагали сами жители, они и отравились. Дана Келебаева расскажет подробнее. В селе Бесколь, северо-казахстанской области, на плохое самочувствие и пищевое отравление жалуются десятки человек. В соцсетях жители Казалжарского района пишут, что причиной массового отравления, возможно, была вода, качество которой, по их словам, оставляет желать лучшего. У нас он, сын в больнице лежит, вот здесь, в детской, сейчас к нему пойду. С 28-го началось, старшая стала рыгать, поносить температура к вечеру, у младшего, и вот младший позавчера вывезли в больницу. Ну, говорят, не от воды, но, скорее всего, от воды. Вот младший в больнице лежит, два дня его капали. А старшая, ничего, отошла уже. Переболел весь наш переулок, это четыре дома, в каждом доме по несколько человек, и все болели. Все болели в плане того, что это была высокая, очень высокая, до 39 температура, рвота, понос. По словам заместителя главного врача Казалжарской районной больницы, предварительный диагноз – энтеровирусная инфекция. 70% инфицированных – дети. По сегодняшний день количество обращаемых продолжает расти. За сутки прирост составил на 9 человек. С момента регистрации первых обращений и на сегодняшний день цифра составляет 139 человек. Как показал наш внутренний анализ, действительно большую часть заболевших – дети. По предварительной версии, причиной заражения стало превышение допустимого количества микробы в воде. Однако, какие именно микробы, специалисты пока назвать не могут. По результатам санитарно-химические и вирусологические показатели соответствуют нормам. Идет превышение по бактериологическим показателям, идет превышение по общему микробному числу. При норме не более 50 в одном миллилитре идет рост, что говорит о загрязнении питьевой воды. Проводятся дополнительные экспертизы. В истории Казалжарского района подобное массовое отравление произошло впервые. Однако, в стране аналогичные ситуации уже случались. В марте этого года в Восточно-Казахстанской области более 70 школьников были доставлены в больницу с признаками рвоты и диареи. Между тем, 1 июня департамент полиции Северо-Казахстанской области возбудили уголовное дело. Понесет ли кто-то ответственность, пока неизвестно. Дана Килибаева, Алина Нуртазина, телеканал Алматы, Северо-Казахстанская область.